Тагильский школьник разработал новую операционную систему для компьютеров. Балдженос может стать достойной заменой Windows. Во-первых, автор-разработчик Денис Попов за установку и пользование не берет ни копейки. Во-вторых, систему уже оценили ведущие программисты страны. Как удалось подростку перевернуть виртуальный мир, расскажет Дарья Устюгова. 11-классник Денис Попов спешит на информатику, показать наставнику, что еще добавил в свой Балдженос. Это новая операционная система, исключительно его разработка. Я создал систему, которая рассчитана на удобный интерфейс, а также на минималистичность. В будущем у меня намечается план разработки собственного офиса, офиса Попова, который будет включать в себя все офисные приложения. Это значит, что печатать, строить таблицы можно будет несколько раз быстрее, чем Windows. Из разработанных программ Попова аналог фотошопа, усовершенствованный. Например, пользователь сам может создавать эффекты. Операционная система обновляется ежедневно. Пакет программ растет. Из последних изобретений школьника – собственный антивирус. Не имеется ни кнопок, ни каких-либо строчек, полей, а только именно текстовый вид. Консольный вид, простой в оформлении, рассказывает автор, но очень сильный. Такой антивирус Попова не пропустит ни одного виртуального паразита. Денис стремится создать виртуальный идеал. В школе это уже называют чудом. Заканчивается бесплатное использование Windows, что нам придется перейти на такой вид программ. Нам Москва прислала готовую такую программу. Но она обладала проблемами, мы мучились в установке с ней, долго мучились, пока не пошла в работу программа Дениса. Она практически не обладает недостатками на сегодняшний день. Одноклассники Дениса решились на эксперимент попробовать систему на домашних компьютерах. Надоели скучные эти Windows-овские обои, которые там, их меняешь, меняешь одно и то же постоянно. Интересно. Вот. Ну и как бы система быстро загружается. Если Windows, там приходится иногда за секунд 30 ждать, чтобы она загрузилась, а тут все за 5 секунд раз быстро. На создание системы Денис потратил полгода, получил международную лицензию. Уверен, нет предела совершенства. Еще недоработанную версию его операционной системы в интернете уже попробовали 10 миллионов человек. Дарья Устюгова, Александр Горский, Артем Бородкин. Время новостей, Телекон.